не думал я не думал что так вновь через мгновенистое мгновение вернусь вот это лицезреть но что поделать что поделать это кто издает такие непонятные звуки допустим и что можно пожалуйста конкретизировать допустим как в недавно пройденном довольно любопытно интересном проекте но в любом случае мне это сейчас предстоит испытать он снова чувак сердцем привет прошлый раз я тебя вы не мог взять а А-а-а. Я вас понял. Видимо, наверное, пока он вот это вот горел, надо было смотреть в окно, а я в итоге смотрел на него. И теперь, что тут происходило? Уже никто не узнает. Хотя. Так, ну допустим, мы вот ради этого так мучительно под конец предыдущей серии решали головоломку, пытаясь напрячь свои мозги в плане того, какие цифры надо подобрать. Но... В целом-то все прошло неплохо. Таки... Помимо этой тарелочки, что-то еще новое, интересное появилось. Чтобы мы могли посмотреть, изучить и попытаться хоть как-то понять, что тут, мать его, происходит. Как можно было так головой двинуться? Так, ну... Это то самое окно, через которое мы только что смотрели на все происходящее. Допустим. Так что, вы хотите, чтобы я вернулся обратно? И снова здравствуйте. Как ваши ничего? Все успели, что хотели? Какие-то немолчаливые, печальные. А могли бы по-нормальному пообщаться. Но нет так нет. Ну, в любом случае... Здравствуйте. Господи, верните меня в цветной мир. Я вас прошу, я хочу просто побродить. Без всяких ужасов и прочего. Пожалуйста. Я понимаю, что название данного акта не внушает особого оптимизма, но... Все же давайте надеяться, что это мы охотимся, а не на нас. Хотя, ну, мы понимаем, что каким бы оптимистичным мы с тобой, зритель, не были, нам ясно дает понять, что надо бежать. Чужой, это ты? Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 высока. Берегись, талантливый творец или умелый мастер, берегись, видевший их истинное лицо. Для тебя это лишь безумие и смерть. Иногда они кое-что оставляют после себя. Жуткие с виду предметы непонятного назначения. Их тоже следует бояться, ведь они мрачное воплощение их присутствия. Ух, спасибо. Я вас понял. Субтитры создавал DimaTorzok Красиво. Я бы тут и стоял бы и слушал, но... Но надо идти дальше. Прости, милая, прости. Так. Ага. Понятно. То есть, если бы я вышел отсюда, то дверь бы эту открыть не смог. Только изнутри. А так, получается, я здесь вроде бы сделал и нашел все. Что только можно. Что только можно. Хорошо. Будем надеяться, что это так. Так, пожалуйста, не беги за мной никто. Неужели я сейчас снова увижу цвета? Ага. Конечно. Со всеми оттенками. Со всеми оттенками. Ну, кто же знал, что так произойдет, а? Ну, кто знал? А как мы теперь понять, была ли закрыта или открыта вот эта дверь? Обратно, как я понял. Не-не. Ребят, на секундочку. Переместите меня. Обратно. Злюки. Ну, хотя бы моя мечта сбылась, и я вновь попал в мир с цветами. Ну, цветной мир. Ну, вы поняли, да? Как цветная капуста. Не знаю, почему я ее вспомнил, но да ладно. И снова этот самый домик на дереве. С ним явно что-то связано жуткое, я бы даже сказал, трагическое. Или просто какое-то очень сильное впечатление нашего прекраснейшего главгероя. Опять же, повторюсь, если же он таким и является. Потому что, если верить... Ну, как верить, если мы уже знаем, что было в первый раз, ты сомневаешь, что наш главный герой лучше, чем то, что мы видели в первый раз. Ясно. Левый, то, что мы проезжали. вновь серость наступала только не говори что снова будешь за мной бегать но я тебя прошу не надо так так сейчас отсюда явно что-то полезет и мне надо будет срочно делать многие а можно я не буду это доставать пришлось укрепить некоторые клетки животные чего-то перепугались может почувствовали приближение шторма надо заколоть люки заколотить люки буря будет нешуточная допустим не реально надо будет сейчас взаимодействовать с этой коробкой а а а а а и и и и и и Возьмите. Или что-то. Давай, не ждем, чтобы он вернулся. Третий collectables. Теперь мы сможем дальше послушать, что же нам тут мальчик будет. Ты это... Не кричи. А то не верну твои ключи. Судар. Идите в пень. Дрессировка животных Билл и Ко. Наши услуги. Дрессировка и перевозка собак 225 долларов. Примечание. Клетка с животными доставлена в отсек с живым грузом. В соответствии с рекомендациями, кормление сведено к минимуму. Обращаться с осторожностью. И кто же так и зачем бесчеловечно обращается с животными? Я просто человек не слишком конченый, поэтому мне, к сожалению, такого не понять. Поэтому, если что, то кто знающий, объясните. Только если что, заранее извиняюсь. Если вы мне ответите, то это не значит, что вы такие. Хе-хе-хе. То мало ли. Люди впечатлительные бывают. Вроде бы скажешь что-то, а подумают не то. И все. Понял. Снова это наша любимая постановка. Видимо, я ее нажал и сзади что-то открылось. Но это не точно. Но, больше мы тебя нажать не можем. Хорошо. Будем надеяться, что то, что мы нажали, что-то таки да нам дало. Только пока не понятно, что именно. Ху-ху! Я живой? Ребята. Спокойно. спокоен спокоен и ребят спокоен так теперь что главное не попасться на все это дело яблочко так иди за яблоками но я боюсь это плохая идея хотя там что-то блестит я должен взять этот коллег ты был кто мне скажет почему я не удивлен что все таки на тхмир за мной не гнался это был опять глюк ясно зря побежал так смотри там что то есть но видимо поскольку я убежал то теперь того что там есть уже нет прискорбно хотя так там был кубок и мне кажется что это и есть тот самый предмет который я могу поставить себе в своей комнате надо сейчас крое что проверить сожалению моя теория о том чтобы не убегать не подтвердилась так как он нас все-таки убивает это падла если убегаю что толку от этого тоже немного он дамы от него убегаем соответственно знали он особо не гонится но и непонятно это по сюжету так или все-таки я могу как-то взять тот кубок так смотри там что то есть тут темно и все назад я больше не иду смотреться во тьму тоже не получается ну что ж к сожалению взять наш кубок не выйдет почему на нем зациклился опана так это мы не взаимодействуем ладно просто идем что можем то возьмем что не можем не возьмем что пропустим простим поймем и простим но не забудем ясно это вижу наверное наверное кубок Нет, это не то, что я увидел. Ты должен верить в меня. Мы на саду мира, мистер Харди. Ничего не так выглядит. Так, это получается и был наш кубок, за которым я охотился, да? Серьезно. Обидно. Серьезно. Обидно. Так, и... Ну, видимо, все. Все, последую из яблок, идем дальше. Так, тут как-то... Здравствуйте. Вау. Есть вход, нет входа. Есть вход, нет входа. Прикольно. Верхняя часть страницы оторвана. Мистер Харди не смог бы обойтись без своего любимого капитана Бэйнса. Капитан — центральный персонаж этой истории. Некоторые зовут его Черным Странником. Из-за цвета парусов его судна. Капитан Бэйнс силен и бесстрашен. И ему всегда достаются сокровища. Мистер Харди слегка завидует капитану, потому что хочет быть таким же... ...сильным. Хорошо. Надеюсь, эта зависть не перерастет во что-то более агрессивное и жесткое. Снова здравствуйте. Стрёмная музыка. Нравится. Люблю такое. Красавчик. Но всё же... Пускай это место наслаждается тишиной. Хм... Не трусим. Всё хорошо. Это всего лишь галюны в нашей голове. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМANA Тонкий намек на то, что мы похоронили свой талант Или что это означает? Я догадываюсь, что к тебе подходить смысла не особо много Смерть страшна Ну да, ну да, так и есть А, прям аж опять отсюда Ну, хорошо, раз так, то этот тонкий намек на то, чтобы такие